Добрый вечер! В прямом эфире с последними новостями Ararat News. В студии работает Леана Галуян. Подведем итоги дня. Министерство социального труда обсуждают программу поддержки семей погибших и пострадавших в торговом центре Сурмалу. В Министерстве труда и социальных вопросов Армении обсуждается программа по предоставлению компенсации пострадавшим и родственникам погибших в результате взрыва в Ереванском торговом центре Сурмалу. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства ЗАРа Манучарян. О формате, размере поддержки и других деталях программы сообщим дополнительно, когда у нас будет более четкая информация. Манучарян добавила, что готовящаяся программа будет направлена исключительно для поддержки пострадавших и семей погибших во время взрыва, а не хозяйствующих субъектов. Напомним, что днем 14 августа в Ереванском торговом центре Сурмалу произошел сильный взрыв со сгоранием. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали 62. Еще двое числятся пропавшими. В республике Армения и на Горном Карабахе был объявлен двухдневный траум. Мост дружбы заработал. Пашинян и Гарибашвили назвали его стратегически важным. Коммуникации имеют ключевое значение для расширения взаимодействия между странами, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на открытии моста дружбы, на котором он присутствовал вместе с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. По словам Пашиняна, открытие моста свидетельствует о тесном и многоплановом сотрудничестве Еревана и Тбилиси. Вековые связи двух народов в современной, соответствующей духу времени инфраструктуре, что создает хорошую основу для дальнейшего сотрудничества. Совместный армяно-грузинский проект в начале августа был сдан в тестовую эксплуатацию. Старт реализации проекта по строительству моста КПП Пакарадашин Садахло был дан в мае 2021 года. Работы по возведению нового моста на реке Дебет у пропускного пункта начались в июле того же года. Мэр столицы назначил нового исполняющего обязанности директора Ириванского метрополитена. Исполняющий обязанности директора Ириванского метрополитена Саак Вартанян освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом заявила пресс-секретарь Ириванского метрополитена Татев Хачатриан. По словам Хачатриан, решением мэра Иривана Грача Саркисяна уже назначен новый исполняющий обязанности директора метрополитена Бабкен Садракян. Отметим, что с 2019 года должность исполняющего обязанности директора Ириванского метрополитена занимал Кевор Каветисян. В июне этого года столичный градоначальник уволил его и назначил исполняющим обязанности директора Саака Вартаняна, который продержался на этой должности всего два месяца. Пашинян и Жапаров обсудили торгово-экономическое сотрудничество Еревана и Бишкека. Вопросы торгово-экономического сотрудничества Армении и Кыргызстана обсудили в пятницу в телефонном разговоре премьеры двух стран Никол Пашинян и Аклбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана. Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход подготовки заседания Евразийского межправительственного совета, который запланирован на 25 по 26 августа текущего года в городе Чалпон-Ате, сообщили в пресс-службе. Аклбек Жапаров выразил соболезнования в связи с кибелью людей в результате взрыва в Ереванском торговом центре Сурмалу. В Армении стартовал любительский охотничий сезон. В Армении стартовал любительский охотничий сезон, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды. Призываем соотечественников, занимающихся охотой и имеющих соответствующие лицензии, в период охоты строго соблюдать все правила безопасности. Согласно решению министра, окопа Семидиана охотиться можно только в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, а также в дни праздников и памятных дней. Причем охотиться можно только на серых ворон, сорок, волков и шакалов. Синоптики пообещали жителям Армении скорое избавление от жары. Центр гидрометеорологии и мониторингом представил прогноз погоды в Армении на ближайшие несколько дней. Из-за проникновения горячих тропических воздушных потоков из районов Ирака, 19 августа температуру воздуха в гибные часы, Вараратской долине, в предгорьях Арагадзотна и Байотзора, в долинах Сюника и Вериване достигнет 40 градусов. При этом с 19 по 23 августа прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха 20 и 22 августа постепенно понизится на 3 градуса. В Вериване в пятницу днем воздух в столице прогреется до 39 градусов тепла. Со следующего дня жара начнет понемногу отступать. И ко вторнику столбик термометра опустится до отметки плюс 36 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. В студии работала Леана Галуян. До новых встреч.